Всем привет, это Лиза Краснова и сегодня вместе с вами я бы хотела протестировать революционный продукт от бренда Maybelline, а именно новую помадку для бровей. Вы могли видеть ее уже у американских бьюти-блогеров, но в Украине она появилась не так давно. И у меня оттенок 03, я бы хотела его сегодня вместе с вами протестировать. Также есть оттенок 05. Насколько я поняла, в Украине представлено всего два оттенка, но в линейке их в принципе больше. Сегодня вместе с вами мы протестируем эту помадку, посмотрим действительно ли она такая супер стойкая и держится ли она весь день, а может быть даже чуточку даже. У меня новинки от Maybelline прислал бренд, но поскольку у меня был оттенок 05, темный коричневый, я подумала, что как бы ну это уж точно не мой цвет. Выбежала в ближайший космо, купила вот эту помадку, она была единственная на полке. Когда я ее забрала, все, почти вся полка Maybelline была пустая. Там какая-то сейчас была акция в космо, там вымели просто все. Я очень рада, что осталась вот эта помадка. Она стоила там 289 гривен 95 копеек. И еще какая-то скидка у меня была 5 копеек. Финальная сумма была 289,90. И дали еще какой-то чек на какой-то купон. Ну, необыкновенная. Это мега помадка, что она держится 24 часа, и вы сможете нарисовать себе супер инстаграмные брови. Мне кажется, инстаграмные брови уже ушли в прошлое. Внутри есть сама помадка, вот она, и такая вот щеточка для нанесения. Щеточка двусторонняя. У меня здесь довольно упругая одна сторона со скошенной кисточкой и щеточка для прочесывания. Очень даже, кстати, добротная. Для начала, я думаю, нужно прочесать брови. Честно говоря, помадками я исключительно редко пользуюсь. И вообще это не мой любимый продукт, потому что они делают слишком интенсивные брови. У меня брови все-таки как бы хорошие, пушистые, просто им немного не хватает цвета, поэтому обычно я использую карандаш или тень и просто заполняю основание. То есть даже, чтобы мне надо, чтобы не волоски прокрашивались, а просто кожа. Так, оттенок 03. Ого! Пока я открываю, вы можете подписаться на канал, поставить колокольчик, чтобы получить новости про мои новые видео. О! Получилось! Так, немножко продукта вот здесь вот на крышечке. Так, давайте на руке попробую. Medium brown. Смотрите, он можно растушевать до бесконечности, мне кажется. Я предлагаю вот тем, что осталось на кисточке, чуть-чуть попробовать. Как оно вообще будет? Я уже так давно этого не делала, что, честно говоря, не помню как и что. В прошлый раз помадкой для бровей я пользовалась, когда это была помадка от бренда Sensation Cosmetics. Она была, кстати, бесподобная. Действительно очень-очень стойкая. Так, ну вот я провела нижнюю линию, просто вычесала это все вверх. Я просто вчесываю, как бы, этот оттенок в тело брови, скажем так, просто, чтобы она кожа окрасила там под низом. Но цвет все-таки чуть-чуть как-то на мне теплее становится. Я бы хотела, чтобы он был более холодный. Я напомню, что такая интенсивная бровь у меня получилась с оттенка, который я просто собрала с руки. Кстати, здесь еще цвет довольно влажный, то есть он еще пачкается. Еще наберем совсем чуточку с крышечки сюда на руку. Мне кажется, что вот этим количеством можно 10 лет пользоваться, еще своим детям, внукам передавить. Здесь очень тонкая кисточка, и у нее эти ворсинки очень остренькие, если вот на них вот так смотреть в разрез. Мне больше нравится, когда щеточка чуть более пушистая, она тогда воздушнее наносит средство. Ну, это чисто мое. Если вам нужна графичная линия, конечно, вам нужна такая острая, скажем так, щеточка. А если что-то чуть более воздушное, такое просто чисто как бы вот, ну, прописать цвет немного, то я предпочитаю такую чуть-чуть более взъерошенную кисточку, такую пушистенькую, в общем. Написано, что это средство водостойкое, держится 24 часа, и что эта щеточка прям супер-пупер-мега-гиперудобно рисовать. Ну, в принципе, это правда. Я, знаете, что заметила, что это средство, оно, смотрите, бровки очень пластичные, то есть, если их трогать, они прям живенькие, то есть, они не забетонированные, очень такие натуральные, то есть, нет ощущения того, что у вас на бровях цемент. Щеточка реально очень удачная, и за счет того, что она коротенькая, вы можете удобно ее держать и регулировать степень нажатия, в общем, все эти вещи. Проблема в том, что, ну, это как бы и плюс, и минус одновременно, потому что от Сенсейшн, она еще дополнительно фиксировала брови, они никуда как бы не разбегались, но там было ощущение такой чуть-чуть вот этого вот уложенного эффекта, короче. А здесь очень легкие, подвижные, воздушные брови, поэтому они не выглядят такими гипернарисованными. Мне кажется, что это симпатичный продукт, довольно приятный оттенок, несмотря на то, что он все-таки темнее, чем... Хотя на руке он реально сильно темный, смотрите. Но если его растягивать, получилось очень даже приемлемо. Интересно, да, он все еще мажется, то есть, видимо, то количество, которое я нанесла, это его слишком много. Но ничего страшного, я подожду еще, посмотрю, когда оно все это засохнет, и насколько интенсивно оно будет размазываться, либо не будет, как хорошо оно будет держаться. Сейчас мне нравятся мои брови, я сделаю весь дальнейший макияж, вернусь к вам. Мы походим с этими бровями сколько нам позволит время, возможно, встретимся завтра с этими же бровями. Ну, в общем, я буду держать вас в курсе, как обстоят дела. Посмотрела про них много позитивных отзывов. Кстати, на съемку этого видео меня сподвигла моя подписчица, которая написала мне под моим видео с помадками Maybelline в Instagram. Лиза, вы планируете обозревать новый продукт для бровей от Maybelline, Maybelline Brow Tattoo Pomade? Очень интересно ваше мнение, так как вы всегда докопаетесь. Это приятно, что вы ждете мои отзывы и цените то, что я докапываюсь, доверяйте моему мнению. Сегодня узнаем, в общем, докопаюсь я до чего-то или нет. Но пока что меня все устраивает, кроме того, что все-таки лично мне этот способ гораздо сложнее. Возможно, из-за того, что у меня нет проблем с бровями, мне нет нужды что-то супер дорисовывать, потому что я знаю, что такие продукты любят те, у кого есть, например, какой-то неудачный татуаж, либо же шрамы на бровках. То есть какой-то изъян, где волоски совсем не растут и нужно вот как бы дорисовывать. Я в основном такими пушистыми больше кисточками закрашиваю тенями, либо же немного карандашом и просто тоже растушевываю. Вот такой получился у меня макияж. Чтобы узнать, какими средствами я его делала, подпишитесь на канал и не пропустите мое новое видео. Скажу только по секрету, что практически весь мой макияж сделан сегодня фаворитами, там достойные классные средства. Сейчас я с вами до конца дня буду тестировать свои брови на прочность, возможно, даже до конца завтрашнего дня или через неделю встретимся. Посмотрим, как они будут носиться. Я надеюсь, что они не убегут от меня сразу же. Кстати, прошло где-то минут 30 с момента, как я нанесла вот это средство. Берем чистый мизинчик и мажется, потому что я видела у девочки видео, что оно прям никуда ничего не убегало. Так, давайте возьмем чистую руку и попробуем потереть нашу бровь, потому что бровь все-таки нам не на руке носить. Так, как бы так, вверх. Бровь не стирается. Бровь не стирается, давайте тут попробуем. Ну, кроме того, что она стала красной, вроде ничего не изменилось. Ну, еще немного тональный крем облез. Ну, так вроде брови выглядят неплохо, хороший оттенок. Единственное, что вот они не уложены, да? То есть вот вы там потерли их где-то, свитер сняли на деле и все, они разбежались. Цвет мне уже кажется не таким и интенсивным. Когда докрашиваешь макияж, тогда уже понятно, насколько сильно выделяются там глаза, брови, губы, в общем, что-то выбивается из всего макияжа в целом. Скоро к вам вернусь, расскажу, что как держалось. Надеюсь, что я не разочаруюсь этим средством, потому что много действительно классных отзывов. Ну, и как моя подписчица, конечно, сказала, что я найду до чего докопаться. Но я уже нашла до того, что они не укладываются. Но с другой стороны, из-за того, что они не укладываются, они пластичные, подвижные, а они такие прилепленные, как две картонки. Я вот здесь, кстати, сижу и просто обычной детской влажной салфеткой могу стереть вот это средство для бровей. Я не знаю, кстати, может ли оно быть водостойким, если оно так легко стирается. Потому что вот карандаш, который для глаз, вот посмотрите, я тру, он не стирается. Вот это промежуточный этап, я решила тут руку отмыть просто, поняла, что карандаш не отмывается. Средство для бровей уже давно чуть-чуть. В общем, пастила, гениальная идея смыть макияж, умыться, посмотреть, будут ли держаться брови, не убегут ли они. Ну, понятно, что я не буду терять их там специально моющим средством, но просто вот снять весь макияж, кроме бровей, посмотреть, переживут ли они. Ну, в принципе, умывание, вообще там то, что я их намочу водичкой. Сейчас я в ванной и буду умываться, посмотрю, как будет держаться средство на бровях. Я буду смывать специальным средством макияж со всего лица, но не касаться бровей. Ну, на умывание уж что попадет, то попадет. Ну, просто с руки они смылись легко, но смотрите, след от карандаша для глаз до сих пор остался. Вот я умылась, и я думаю, заметно, да, что вначале брови сильно поредели, скажем так. Смывала макияж без бровок средством специальным для макияжа, мицеллярной водой обычной. А потом уже умывалась водой гелем для умывания, ну, чисто он не смывает макияж. И брови убежали. Вот здесь видно, да, что средства практически нет. Здесь вот вообще видно, да, что бровки нету очень сильно вот здесь вот вначале. Не уверена, что это средство можно было бы назвать водостойким. Не знаю, стоит ли это так заморачиваться, потому что помадка для бровей от Сенсейшн, она прям реально держалась. То есть ее не отдерешь. Ты умываешься, наряжешь в бассейн, смотришь, а брови как были, так и остались. Если карандаш для глаз, который я показывала в другом видео, он реально вот держится, сколько я умывалась, мыла руки, то брови не водостойкие. Так что, наверное, если у вас супер жирная кожа, либо же вы собираетесь действительно накрасить брови в понедельник и в пятницу вечером после рабочего дня их смыть, это не ваш вариант. В общем, такой получился у нас обзор. К сожалению, эта помадка для бровей не идеальна, она реально не водостойкая. А еще, кстати, у меня тонального крема вроде бы пошли высыпания, и это как-то меня не очень радует, но об этом в другом видео расскажу. В общем, спасибо вам большое за просмотр, я надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным. Если вы пробовали это средство, пожалуйста, поделитесь с вами комментариями и расскажите мне, возможно, про ваше идеальное средство для бровей.